Математический маятник. Математический маятник простейшая колебательная система. Причина колебаний. Действие земли, сила тяжести, действие нити, сила упругости. Если маятник находится в положении устойчивого равновесия, нить вертикальна, эти силы друг друга компенсируют. Если же маятник вывести из положения равновесия, силы друг друга компенсировать не будут, а их равнодействующее будет стремиться вернуть маятник в положении равновесия. Определим величины, характеризующие колебания. Смещение х. Расстояние от положения колебательного тела в данный момент времени до положения равновесия. Амплитуда х максимальная. Максимальное смещение. Очевидно, что х функция времени. Период t большое, время одного полного колебания. n число колебаний. t малое, время за которое они совершаются. Частота ν, число полных колебаний в единицу времени. Очевидно, что частота и период взаимообратной величины. То есть, рассмотрим колебания двух маятников, отличающихся длиной нити L. Можно заметить, что частота колебаний первого маятника больше, чем второго. Следовательно, период колебаний первого маятника меньше, чем второго. Отсюда следует, что период колебаний математического маятника зависит от его длины. Чем больше длина нити, тем больше период колебаний. Это формула Гюйгенса, где же ускорение свободного падения вблизи поверхности земли. Формула дает точный результат при следующих условиях. Длина нити гораздо больше размеров груза. Масса нити пренебрежимо мала. Угол отклонения α в пределах 5 градусов. Растяжение нити пренебрежимо мало. Именно при выполнении этих условий маятник считается математическим. Пружинный маятник. На гладкую горизонтально закрепленную спицу надет металлический шарик, который пружиной скреплен с левой опорой. Выведем его из положения равновесия и отпустим. Шарик будет совершать колебания, причина которых — сила упругости пружины, действующая на него. Очевидно, когда смещение равно амплитуде, сила упругости максимальна. В положении равновесия сила упругости равна нулю. Рассмотрим колебания двух пружинных маятников, у которых жесткости пружин одинаковы, а массы грузов разные. Можно заметить, что частота первого маятника больше частоты второго маятника. Следовательно, период первого маятника меньше, чем период второго. Если не одинаковые жесткости пружины, то при одинаковых грузах частота колебаний первого маятника меньше, чем второго. Следовательно, период колебаний первого больше, чем период колебаний второго. Отсюда следует, что период колебаний пружинного маятника зависит от массы груза и жесткости пружины. Графическое представление колебаний. Пример 1. В начальный момент маятник выведен из положения равновесия, смещение равно амплитуде. Скорость маятника равна нулю. Четверть периода. К концу первой четверти периода маятник проходит положение равновесия, смещение равно нулю. Скорость маятника максимальна. Половина периода. В конце полупериода маятник достигает максимального отрицательного смещения. Скорость маятника равна нулю. Три четверти периода. В конце третьей четверти периода маятник снова проходит положение равновесия. Двигаясь в противоположном направлении, смещение равно нулю. Скорость максимальна. Период. В конце периода маятник приходит в состояние, соответствующее начальному моменту времени. Очевидно, что график колебаний представляет собой график функции косинус. Пример 2. Предположим, что маятник начинает движение из положения равновесия. Допустим, что его щелчком выбивают из этого положения силой F. Тогда в начальный момент смещение равно нулю. Под действием силы F маятник приобретает максимальную скорость. Четверть периода. Смещение отрицательное максимальное. Маятник проходит положение, которое было в начальный момент. Смещение равно нулю. Скорость отрицательная максимальная. Очевидно, что график колебаний представляет собой график функции синус. Уравнение гармонических колебаний. Колебания называются гармоническими, если смещение маятника от положения равновесия происходит по закону косинуса или синуса. Таким образом, уравнение имеет вид. Или. Понятно также, что смещение функция времени. И однозначно определяется аргументом косинуса или синуса φ. φ – фаза колебаний. Или величина, позволяющая определить, какая доля периода прошла с момента начала колебаний. Очевидно, что фаза φ пропорциональна времени Т. Где омега нулевое – циклическая собственная частота. Омега нулевое – число полных колебаний за время Т, равное 2π. Тогда или. Таким образом, уравнение гармонических колебаний можно представить в виде или примеры колебаний с различной разностью фаз. Колебания в одинаковой фазе синфазные или с разностью фаз, с двигом фазы 0, 2π, 4π и т.д. Колебания в противоположных фазах или с разностью фаз, с двигом фазы, π, 3π, 5π и т.д. Колебания с разностью фаз, π пополам, 3π, 5π и т.д. Колебания с произвольной разностью фаз. Поскольку собственная частота омега нулевое определяется исключительно параметрами колебательной системы, то для математического маятника, а для пружинного маятника, учитывая, что синус отличается от косинуса с двигом аргумента на четверть периода, то есть на π пополам, уравнение колебаний можно записать в виде, где π пополам равно φ нулевое начальная фаза колебаний. Энергетика колебаний. Рассмотрим колебания пружинного маятника с энергетической точки зрения, не учитывая силу трения. Рисунок А. Смещение х равно амплитуде х максимальная. Сила упругости fu максимальная имеет наибольшее значение. Скорость маятника v равно нулю. Следовательно, колебательная система имеет запас потенциальной энергии. Рисунок В. Смещение х равно нулю. Сила упругости fu равно нулю. Скорость максимальная. Следовательно, маятник обладает кинетической энергией. На основании закона сохранения энергии или в любой произвольный момент времени рисунок B полная механическая энергия. Это справедливо для свободных колебаний, то есть колебаний, происходящих за счет запаса первоначальной энергии. Свободные колебания, происходящие при наличии сил трения, являются затухающими. Если же колебания происходят под действием внешней, периодически действующей, вынуждающей силы, то они являются вынужденными. Механические волны. Виды волн. Процесс распространения механических колебаний в упругой среде называется механической волной. Примеры волн. Волны на поверхности воды. Результат колебаний поплавка. Волны в натянутом шнуре. Результат колебаний руки. Волны в воздухе. Результат колебаний поршня. Звуковые волны в воздухе. Результат колебаний ветвей камертона. У каждой волны есть источник, совершающий колебания. Волна называется поперечной. Если колебания частиц среды происходят перпендикулярно направлению ее распространения. Пример. Волны на поверхности воды. Волна называется продольной, если колебания частиц среды происходят вдоль направления ее распространения. Пример. Звуковые волны в воздухе. Длина волны. Скорость волны. Рассмотрим поперечную волну. Очевидно, что точки 1 и 2, 3 и 4 совершают колебания в одинаковых фазах. Расстояние между двумя ближайшими точками, колеблющимися в одинаковых фазах, называется длиной волны лямбда. Очевидно, что лямбда – это расстояние, на которое распространяется волна за время t, равное периоду колебаний источника. Тогда длина волны вычисляется по формуле, где v – скорость волны, или где ν – частота колебаний источника, частота волны.